Добрый день! В этом видео мы разберем, что будет, если сотрудник ДПС не разъяснит права водителю при привлечении его к административной ответственности. Ну и также разберем судебную практику. Есть просьба, если это видео вам понравится, то поставьте, пожалуйста, лайк. А если оно вам не понравится, то поставьте дизлайк и напишите в комментарии, что вам не понравилось. Если мы откроем образец протокола об административном правонарушении, то увидим, что при привлечении к административной ответственности водителю должны разъясняться права, предусмотренные статьей 25.1 КОПРФ, а также статьей 51 Конституции РФ. Обязанность сотрудника ДПС разъяснять водителям их права при привлечении их к административной ответственности закреплена в статье 28.2 КОПРФ и статье 5 Закона о полиции. Порядок разъяснения прав закреплен в административном регламенте МВД. В нем предусмотрено, что при составлении протокола об административном правонарушении, а также перед получением объяснений, лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, разъясняются права и обязанности, предусмотренные кодексом, о чем делается соответствующая запись. Обратите внимание, что перед получением объяснений, а не после того, как сотрудник ДПС составил протокол и передал вам его на подпись. То есть, если вам в руки передается уже заполненный протокол, то смело пишите в соответствующей строке, что права вам не объяснены. Обратите внимание, что инспектор обязан не просто дать вам текст о ваших правах или зачитать его, а именно разъяснить. То есть, ответить на все вопросы, которых может быть у вас множество, так как вы не юрист, и юридические формулировки вам могут быть просто непонятны. Заверяю вас, чтобы полностью разъяснить вам ваши права и обязанности, нужно несколько часов терпеливого профессора. Среди сотрудников ДПС лиц, способных разъяснить гражданам их права при привлечении их ответственности, я не встречал. Игнорирование со стороны сотрудника ДПС требования по разъяснению водителям их прав приводит к тому, что доказательства по делу признаются судами недопустимыми. Постановлением Пленума Верховного Суда РФ номер 5 от 2005 года предусмотрено, что нарушением, влекущим невозможность использования доказательств, может быть признано в частности получение объяснений от лиц, которым не были предварительно разъяснены их права и обязанности. А ведь именно так и происходит в 99% случаев, когда составляется протокол об административном правонарушении. Давайте рассмотрим на примере судебной практики. Муравьев НВ был оштрафован на 1500 рублей. С данным нарушением он не согласился и обратился в Уральский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа. В суде он ссылался на то, что ему не были разъяснены процессуальные права. Суд встал на его сторону и вернул дело в ГИБДД на новое рассмотрение. Вот еще один пример. Сиденко В.А. был привлечен к административной ответственности за превышение скорости. В суде, помимо иных доказательств, он ссылался на то, что при составлении протокола ему не были разъяснены его права. Всю процедуру оформления сотрудники ДПС снимали на камеру. Эта видеозапись и сыграла против них. Постановление о привлечении Сиденко В.А. к административной ответственности было отменено, а дело направлено на новое рассмотрение в ГИБДД. Также, например, в постановлении Верховного суда Российской Федерации по делу Черненко А.Н. Его номер вы, кстати, видите на экране. Было установлено, что в протоколе в соответствующей графе об ознакомлении с положениями указанных статей подпись Черненко отсутствовала. И по мнению суда, изложенное свидетельствует о том, что Черненко не был осведомлен об объеме предоставленных ему процессуальных прав, что повлекло нарушение его права на защиту. Следовательно, протокол об административном правонарушении является недопустимым доказательством и не мог быть использован судом ниже стоящей инстанции при вынесении постановления. Аналогичное решение вы можете увидеть очень во многих решениях судов. Делаем вывод. Если сотрудник ДПС составил протокол или постановление и передал вам его на подпись без разъяснения ваших прав, то не стоит просить сотрудника ГИБДД разъяснять вам права. Он уже допустил нарушение. И вы просто пишите в соответствующей графе, что права вам не разъяснялись. И обязательно снимайте все действия сотрудника ДПС на камеру, чтобы суде даже не пришлось особо что-то доказывать, а можно было просто посмотреть видеозапись. О вашем праве на видеосъемку всех действий сотрудников ДПС вы можете посмотреть вот это видео. Если же перед составлением протокола сотрудник ДПС попытался разъяснить вам ваши права, то смело задавайте вопросы. Если он на них ответить не может, то в протоколе так и пишите, что права вам не разъяснены. И протокол об административном правонарушении будет являться недопустимым доказательством и не будет использован судом для вынесения решения. Если это видео было вам полезно, то ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Мы еще выпустим много аналогичных видео.